Добрый вечер! Сегодня у нас 44-й урок по книге «Шмот». Мы в разделе «Итро» занимаемся десятисловием. Сэр Этадди Брод заканчиваем первую из двух скрижалей. И в конце первой из скрижалей сказано «Помни день субботний, чтобы светить его». Шесть дней делай, шесть дней работай и делай все свои дела. А седьмой день – суббота Богу твоему. Не делай никакого дела ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, ни переселенец, что в твоих вратах. Потому что в шесть дней создал Бог небо и землю, море и все, что в них, и отдыхал в седьмой день. Поэтому благословил Бог день субботний и осветил его. Заповедь субботы начинается здесь с Захор, это йома шаббат де Кадышо. Помни день субботний, чтобы светить его. Светить означает, чтобы выделять его. Ты его помни так, чтобы этот день был необычным, чтобы он не был похож на все остальные дни. Что означает «помни»? Уменьте в виду, что я забуду, что послезавтра суббота. Как это понимать? И еще один вопрос, очень известный. Здесь ведь сказано «Помни» Захор, это йома шаббат, помни день субботний, чтобы его выделять. А когда второй раз в Торе передаются слова Астерета Деброд, десятисловие, в книге Дворим, то там есть изменения. Там сказано не Захор, а шамор, это йома шаббат. То есть храни, соблюдай день субботний, чтобы его светить, чтобы его выделять. И Раши здесь приводит со слов наших мудрецов, что «Помни» и «Соблюдай» были сказаны одновременно единым словом, единым духом. Так объясняет Раши. То есть противоречие это мнимое. На самом деле Всевышний сказал и то, и другое. Если Он сказал и то, и другое, то здесь у нас возникает некоторая сложность. Дело в том, что человеческое ухо, человеческий слух не способен. В отличие от нашего зрения, когда мы можем смотреть и воспринимать одновременно большую информацию, много-много вещей видеть одновременно, то слышать одновременно разные вещи у нас не получается. Мы слышим вещи одно за другим. Таким образом, если Шамор и Захор помни и соблюдая были сказаны одновременно, то как их расслышали, как можно было это услышать, если было сказано и то, и другое. Понятно, что Всевышнему нет сложности сказать одновременно два слова и Шамор и Захор. Но как это мы восприняли? И еще. А какое содержание самой этой заповеди Захор помни? Что означает Тазахор? Нарамбан пишет здесь так. Прежде всего, почему в конце первые скрижали… Знаем, что многие комментаторы подчеркивают, если посмотреть внимательно на скрижали, то видно, что первые скрижали сосредоточены заповеди, которые управляют отношениями человека к Богу, а заповеди, касающиеся отношения к другим людям, они на второй скрижали. В конце, значит, к концу первые скрижали есть заповедь субботы. Почему она идет вслед за заповедями? Первая заповедь. Либо да, либо нет. Анухьяша и Малукеха – я твой Бог. Некоторые говорят, что это не заповедь, что только предисловие заповедей. Но так или иначе, это первое речение. Я твой Бог. Второе речение. Пусть не будет у тебя иных богов, кроме меня. Запрет. Запрет язычества. Запрет многобожия. Вслед за этим запрет попусту упоминать имя Бога. И, наконец, вот теперь суббота. Повелев сынам Израиля хранить веру в единого Бога, первые два речения, сотворившего все существующее, управляющего всем сотворенным и знающего обо всем, что происходит в мире, Всевышний также заповедовал, чтобы у нас был постоянный знак, свидетельствующий о том, что вселенная сотворена им. То есть основное назначение субботы – это знак. Она – знак, нам постоянно напоминающий, зачем нам нужно постоянно напоминать снова. О чем идет речь? Если человек знает, что Бог сотворил мир, тогда зачем ему напоминать? Если он не знает о том, что Бог сотворил мир, если он думает, что мир вечен, не был сотворен, или он случайно получился, тогда напоминать, не напоминать, вроде бы ему это не поможет. Что означает это напоминать? В смысле здесь он вот какой-то. Есть вещи, которые человек знает, как некоторые факты. Он убежден в том, что это так и так. Но это знание не проникает в его ежедневную жизнь. Он не живет в соответствии с этим знанием. Поэтому знак о творении необходим. Знак о том, что мир сотворен Всевышним, необходим для того, чтобы человек жил так, как полагается жить в мире сотворенным Богом. Ибо достаточно много людей, они в Бога верят. Если их спросишь, откуда мир, они скажут, как откуда. Ясно, понятно, сотворен. Но в жизни их конкретно это никак не проявляется. Они живут точно так же, как живут люди, которые в Бога не верят. Не отличается их жизнь. Поэтому необходим этот знак, чтобы он постоянно-постоянно напоминал нам, где мы находимся, как мы сюда попали, что это за мир, в котором мы живем. Постоянный знак, свидетельствующий о том, что Всевышний, что Вселенная сотворена. Это и есть заповедь о субботе, это и есть память о сотворении мира. Ну, дальше он приводит то, что мудрецы сказали, что Шамор и Вазахо были сказаны единым духом вместе. И помни, и соблюдай. Но тогда вопрос. Если это было сказано вместе, то почему тогда... А как это было записано, точнее, на скрижалях? В Торе мы знаем, что написано в книге Шмот, в 20 главе, написано «Захор и тьёма шаббат», помни день субботний. А в книге «Дворим», когда десятисловие повторяется еще раз, то там написано «Шамор и тьёма шаббат», «Соблюдай день субботний». Ну, так все, письменная Тора все так и развела. А на скрижалях что было написано? Шамор или Вазахо? Или все вместе? Словами Рамбана. И я поражаюсь. Если помни и соблюдай были произнесены устами Всевышнего, то почему же не было так записано на первых скрижалях? Что там было написано? Скорее всего, то, что здесь у нас. Вазахо и тьёма шаббат. И возможно, что и на первых, и на вторых скрижалях было написано только «Помни». А Моше пояснил народу Израиля, что и «Соблюдай» было произнесено вместе с «Помни». Вот это и есть подлинное значение толкования наших мудрецов. То есть то, что говорят мудрецы, что Шамор, Вазахо, Бодибура, Хадма и Мру. «Помни» и «Соблюдай» были сказаны вместе. А что было записано конкретно на скрижалях? Не может быть записано и то, и другое. Написано это только один раз. Нет двух вариантов скрижалей. Только один. Значит, скорее всего, было записано то, что появляется первым. А именно «Захор и тьёма шаббат. Помни день субботний». А всё остальное. Остальное тоже устное. Устному же я объяснил народу, что хотя они-то, может быть, слышали только «Захор». Или уж, по крайней мере, то, что написано на скрижале было. «Захор и тьёма шаббат. Помни день субботний». Но поскольку Всевышний произнес вместе «Помни» и «Соблюдай», то необходимо знать, что оба они существуют. Одно без другого. Субботы нет. Суббота, в которой есть только «Захор и тьёма шаббат». Нет, «Шамор и тьёма шаббат» – это совсем не та суббота. Теперь нам только осталось определить, а что же входит в заповедь «Захор». Заповедь «Шамор» более-менее понятна. «Шамор» – соблюдать, так же и охранять. Это значит привести к тому, чтобы суббота не нарушалась. Остерегаться. И быть осторожным. Не нарушать святые субботы. Не делать те вещи, которые Тора запрещает делать в субботу. 39 милоход и производные от них. А что такое «Захор»? Раши пишет, комментируя заповедь «Захор», что это повеление всё время помнить о субботнем дне. Раши так это привёл по поводу содержания заповеди «Захор» разъёма «Шаббат». Имеется в виду, что и на протяжении недели нужно помнить, что в конце недели будет суббота. Что означает помнить? Просто знать, что будет суббота. Я и так это знаю. Имеется в виду, чтобы в нашем поведении это проявлялось. Конкретно. Если найдётся какая-то хорошая вещь, например, какой-то плод. Человек проходит рядом с рынком и видит, что продают очень красивые яблоки. Замечательно. Сегодня, правда, всего лишь понедельник. Неважно. Купим это хорошие яблоки, положим в холодильник, чтобы они дожили до субботы. Эти яблоки я покупаю ради субботы. Отложите её для субботы. То есть, если нашёл что-нибудь хорошее, что-нибудь подходящее, не сразу набрасываться на него, а наоборот оставить его на субботу. И это озолкование, которое проведено сборниками Матраши Мехильта от имени Рабей Назар бен Хананья. Как там сказано? Помни день субботний, чтобы осветить его, то есть, чтобы выделять его. Помни о нём с первого же дня после субботы. Не только с понедельника, а и с воскресенья. На самом деле, есть люди, которые относятся к этому очень строго. И сразу же в Муцей, Шаббат, прямо на исходе субботы, начинают готовиться к следующей субботе. Самое их первое действие, они берут подсвечники серебряные, которые у них есть, и начищают их в честь субботы следующей. А после этого ставят их в шкаф, чтобы подсвечники были уже готовы, уже вычищены, начищены, сияющие и блестящие. Помни о нём с первого же дня после субботы. И если тебе попадается лучшее кушанье, пусть оно останется для субботы. Есть что-то вкусное, оставь его на субботу. Вещи более-менее всем известны. В этом бане проблема у меня есть с этим объяснением, с этим толкованием. Почему? Ведь на самом деле в Гимаре это спор между Шамай и Илель. И затем между Бейт-Шамай и Бейт-Илель. А вот это вот поведение, которое здесь описывается, оставлять всё лучшее ещё с воскресенья, оставлять это на следующую субботу, это поведение Шамая. А мы-то знаем, что Аллаха седу и везде не как Шамай, а как Илель и его ученики. Словами Рамбан, но это высказывание приводится лишь в качестве особого мнения одного из мудрецов и не является законом. В Талмуде повествуется, что такой подход был свойствен Шамаю. Шамай Закен, старцу Шамаю, который во все свои дни всегда ел лихвот шаббат. Всегда ел, даже в обычные дни он получался так, что он всегда ел во славу ради субботы. Как это можно было? Как можно было в понедельник или во вторник есть лихвот шаббат? До шаббата ещё долго. Объясняет Талмуд, как это было. Если ему попадалось какое-нибудь упитанное животное, овца какая-нибудь такая упитанная или корова, он говорил себе, вот, пускай это будет на субботу. Покупал и оставлял это на субботу. Но если на завтра он снова выходил на рынок и увидел, что продают овцу ещё более упитанную, которая, скорее всего, мясо её будет вкуснее. Что он делал тогда? Тогда он покупал новую овцу, ту, которую вчера он выделил для субботы. Не будет же две овцы на субботу немножко много. Значит, тогда он переводил эту овцу первую в будничную пищу, а ту, которую получше, оставлял на субботу и так дальше. Получалось, что и в будние дни он ел то, те продукты, те виды пищи, которые он покупал, лихвот шаббат, которые он покупал ради субботы. Это так вёл себя Шамай. Его сотоварищ и оппонент Илель, Илель Азакен, старец Илель, у него был совершенно другой подход в жизни. Как говорит Алмуд, «Шиколь маасавлы шем шамайм», что все дела его, все действия его были, все действия его были во имя небес. Что это означает? То есть его принцип был «Баруха шем, йом-йом». Славен Бог день за днём. Сегодня и завтра. То, что есть сегодня, это замечательно. А что будет завтра? А завтра будет то, что он даст Всевышний. Я должен сейчас планировать, что будет через 3-4-5-6 дней. Через 3-4 дней. Как сегодня мне Всевышний дал пропитание, так и завтра даст. Сегодня понедельник, есть у нас сегодня хорошая пища, вкусная причём, съедим. А что будет на субботу? Ну, как Всевышний позаботился о том, чтобы у нас была вкусная пища на сегодня, так позаботиться о том, чтобы была вкусная пища на субботу. Он уповал на то, что Ашем пошлёт ему самое лучшее прямо перед субботой. Ученики Шамая говорили, ещё с первого дня недели живи наступающей субботой. А ученики Елеля говорили, благословен Бог, и за дня в день он одаривает нас. То есть получается, из слов Рамбана, получается у него серьёзная претензия к Раши. Как мог Раши в объяснении содержания заповеди «Захорет Йома Шаббат» «Помни день субботний» объяснить её в соответствии с мнением Шамая. Мнение, конечно, легитимное, никто не спорит, но оно не основное, по крайней мере, Ла Аллаха. Аллаха повсюду и везде у нас есть решение, что Аллаха повсюду и везде как Бейт Илель, а не как Бейт Шамая. Значит, нужно было привести другое объяснение этой заповеди, а не то, которое не соответствует Аллахе. Так пишет здесь Рамбан. Ну, а находит ли он другое значение этой заповеди? Чем заполняет? Прежде всего, эта вещь известная, что заповедь субботнего Кедуша, когда мы выделяем «Захорет Йома Шаббат» «Лы Кадшо», ты помни, то есть упоминай день субботний «Лы Кадшо», для того, чтобы его выделять, освящать, посвящать его, так, чтобы он был выделенным, более возвышенным, чем все остальные дни. Конкретно эта заповедь выполняется тем, что произносится Кедуш, освящение субботы. Мудрецы постановили произносить это для пущей важности еще один бокалом вина. Это причем нужно сделать в саму субботу, «Захорет Йома Шаббат» «Лы Кадшо». Так это самое простое выполнение этой заповеди «Захорет Йома Шаббат» «Помни день субботни». А есть еще одно значение, говорит Рамбан. Там же в спорнике мидрошей михельтов, михельце сказано от имени Рабицука. «Ты не называй дни недели так, как называют их другие народы, но называй их в честь субботы». То есть вещь известная в Рамбан, евреи все не как у людей. У людей есть название и месяцам, и дням недели. Есть воскресенье, и есть понедельник, и вторник, и среда, и есть санды, манды, фрайды. У нас все не как у людей. У нас есть только порядковые номера. Есть первый день после субботы, второй день, третий, четвертый, пятый, шестой. Все это именно для того, вот здесь ты выполняешь таким образом это заповедь. Ты помни день субботи, даже чтобы когда ты считаешь дни, даже когда ты указываешь название дня, чтобы любой день был относительно к субботе. Сегодня первый день после субботы, второй день после субботы. То есть получается, что весь отсчет идет, в соответствии с заповедью. Не так, как это делают и древние язычники у них, были названия их месяцев были связаны с созвездием, так, семь, семь дней недели, семь планет знаков зодиака, и во многом это сохранилось и в современных языках у христиан. Воскресенье называется Санды, то есть день, посвященный Солнцу, понедельник Манды или Зунтек, Мунтек, день, посвященный Луне и так далее, и так далее. То есть и у современных народов сохранились названия дней недели, посвященные их, посвященные древним божествам или какие-то другие источники, а у нас ничего этого нет, названий дней нет, есть исключительно только номера по отношению к заповеди субботы. И таким образом человек изо дня в день будет помнить о субботе таков простой смысл, то есть пшат, простой смысл данной строки в Торе, в отличие от драж, драж говорит про заповеди кедуш, кедуш в шабрат. Еще одна деталь, пожалуй, даже несколько деталей, связанные с этой субботой. По поводу утверждения, что Шамор, Вазахор, Бадибур и Хаддан имру, что они пришли вместе, Рамбан приводит здесь еще в медраж Раби Нехуния Бен Акана. Медраж Нехуния Бен Акана это медраж, который является источником каббалистических объяснений и комментариев. И Рамбан часто его упоминает как источник для сод, для тайн. Здесь упомянута великая тайна, связанная с помни и соблюдай, Шамор Вазахор. То есть Захор относится к субботнему дню, а Шамор к ночи. Есть у нас два, две части субботы. Суббота начинается вечером с заходом солнца и есть от захода солнца до ночи, одна часть субботы, вечерняя часть субботы, а есть дневная, а завтра на утро. Это две части. Так вот, эти два понятия, эти две заповеди, Шамор и Заход, они соответствуют именно так. Т.е. ночиная часть – это Шамор, а дневная часть, субботы, к ней относятся понятия Захор. А вот эти вот Шамор и Заход, сказаны еще в другом месте, что они приходят вместе, они сказаны были вместе, то есть вроде бы это два разных аспекта, но они были сказаны вместе. И они соответствуют мужскому и женскому началу. Захор – это мужское начало, мужское начало, то есть воздействующее, влияющее, а женское начало – это воспринимающее начало, воспринимающее влияние. Так вот, то, что они были сказаны вместе, есть единство этих двух начал. И поэтому, говорит Рамбан, понятно нам, то, что говорили мудрецы, сказано это в Талмуде, что Раби Ханина перед тем, как в канун субботы он танцевал и говорил слова при наступлении субботы, говорил он «бои хана», «бои хана», то есть даже более точно. Про Раби Ханина сказано, что он говорил «Выйдем» «Уминцели хрэль шаббат Малкеса», то есть «Выйдем навстречу невесте царице субботе». То есть он называл субботу не только царицей, но и невестой. А Раби Яна и он облачался в субботней одежде и говорил «бои хана», «бои хана», «приходи невеста», «приходи невеста». И в дальнейшем вот эти вот выражения они легли в основу того поэтического гимна, который составил Абишламу Аль-Кабец уже в Цвате в XVI веке, составил именно вот на основе этих самых слов. Когда приход субботы именно вечером в Лейль-Шаббат в субботнюю ночь воспринимается как приход невесты и как это говорит Талмуд, что суббота пожаловала Всевышнему о том, что у нее нет пары. У всех дней есть пара. У первого дня есть пара, первый, второй день пара, третий, четвертый день пара, пятый, шестой день пара, а суббота нет у нее пары. То есть есть здесь только возможность воспринять, но нет того, кто будет воздействовать. Нет здесь пары. Поэтому Всевышний сказал успокойся, народ Израиля будет тебе парой. То есть так создается это новое единство еврейского народа с субботой, которая и объясняется здесь вот именно этой самой аллегорией невесты, потому что и это происходит именно в Лейль-Шаббат при наступлении субботы вечером а не днем субботу, потому что вот это вот это именно тот аспект, это часть субботы, которая соответствует женскому воспринимающему началу. Но не будем забывать то, что Рамбан пишет в своем комментарии, что всякий, кто пытается понять, соображать и понимать те самые комментарии, которые он дает Дэра-Хасот, которые он дает из области тайны, Рамбан обещает каждому, что он все равно в них ничего не поймет, и поэтому дальнейшее измышление на эту тему просто излишне. Итак, помни день субботы, чтобы светить его, шесть дней работы и делай все свои дела, а в седьмой день суббота Богу. Так понятно, шесть дней, если в субботу, седьмой день суббота Богу, то в остальные шесть дней я могу делать свои дела. Что здесь такого-то уровня говорить? Делай все свои дела. Ажи объясняет здесь со слов мудрецов, сделай все свои дела, это означает, нужно подойти к субботу так, к субботе нужно подходить так, будто бы все дела уже закончились, совершились, чтобы не было ощущения у человека, что он прервался, прервал работу на середине, и сейчас только нужна вынужденная такая остановка, просто суббота пришла все, остановка, но в принципе человек будет чувствовать себя все время в состоянии этой остановки, и недоделанные дела не будут давать ему покой. Итак, с наступлением субботы ты должен почувствовать себя так, как если бы все твои дела были уже завершены, и не думать больше о работе. То есть требуется от человека здесь не только фактическое прекращение работы, но и освобождение от всех мыслей о работе, чтобы они ушли совершенно, и не трогали, и не занимали человека в субботу. потому что в шесть дней создал Бог небо и землю, море и все, что в них, и отдыхал в седьмой день, поэтому благословил Бог день субботний и осветил его. День субботний, он благословен и освящен, освящен, то есть он выделен, выделен, возвышен, он не такой, как все. А что означает благословен и в чем это выделить? Бог благословил и осветил. В ритраши благословил субботний день двойной порции мана, двойным хлебом, который выпадал в пятницу, а осветил его, то есть он его выделил день не такой, как все, чем тем, что в субботу он не выпадал. На первый взгляд это довольно странное объяснение. Получается, чем суббота благословен? Что такое вообще благословение? Благословение, браха, это расширение, это благополучие, это довольство. Если так, то если субботний день благословен, значит, в субботний день должно быть изобилие. В субботний день должна быть браха, обилие, расширение, увеличение, а в субботний день, если мы посмотрим на ман, что касается мана, так все было наоборот, в субботу ничего не выпадало, не было мана в субботу. Правда, что, говорит, Раши благословил, чем двойной порцией мана, которая выступала в пятницу. Это в пятницу. Конечно, в пятницу имеется в виду для того, чтобы еще нам хватило порции и на субботу тоже. Но не больше того. А где здесь? Где здесь браха? Боеворых луги медвем ашвей. Браха где? Как говорит книга Зор, браха на пустом месте не бывает. А в субботу пустое место было? Не было. Не было мана в субботу. И объяснение таково. На самом деле браха, который исходит в этот мир, браха, от которой как бы питаются все шесть дней недели, все шесть дней деятельной, человеческой деятельности, она приходит в этот мир. в шаббат. Реализуется она в конкретные плоды человеческой деятельности, в его заработок, в его пропитание во все шесть дней недели. Но приходит в мир, в наш мир, она приходит именно в субботу. И она приходит еще не реализовавшись, не материализовавшись в конкретные булки, яблоки, сосиски и молоко. Это только потом должно произойти, во все шесть дней. А сейчас это восприятие вот этого воздействия, которое исходит из высших миров в наш мир, восприятие его в чистом виде. Поэтому в этот день даже такой вещи, как мань, и то и не было. Мань выпадал во все остальные дни недели. Но он выпадал в остальные дни недели благодаря брахе, благодаря воздействию, которое проходило в этот мир, в шаббат. И поскольку браха на пустое место не приходит, хотя браха приходила в нереализованном материальных вещах виде, все равно она не должна попасть на пустое место. Браха должна на что-то распространиться. Поэтому Аллаха и требует, чтобы еврей накрывал стол в субботу, чтобы в субботу было застолье, поэтому у нас есть три сиуды, три приема пищи в шаббат со всем ее изобилием, со всем и стараемся, чтобы эта пища была и качественной лучше, лучше обычной. Все это для того, чтобы уловить ту самую браху, то воздействие, которое сходит в этот мир, в субботу, чтобы оно, чтобы это воздействие зацепилось, если можно так сказать, за ту самую пищу, на которой мы накрываем стол, а в дальнейшем оно уже будет материализоваться конкретно в плодах труда человека во всех жизнеетворениях. Ну, с этой заповедью мы закончим. Есть еще одна заповедь. На последнее заповедь, на первой скрижали «Чти своего отца и свою мать, чтобы продлились твои дни на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Вопрос, который сам напрашивается. Если мы раньше сказали, что на первой скрижали сосредоточены заповеди, которые регулируют отношение человека с Богом, то, казалось бы, здесь вот эта последняя, пятая заповедь, она уже относится к другим людям, к родителям, к отцу и к матери, а не к Богу. «Чти своего отца и свою мать». Рамбан. Совершив повеление, касающееся почитания самого Творца, то есть первые четыре, Всевышний переходит к заповедям, определяющим отношение между людьми. То есть, да, пятая заповедь, она уже относится к отношениям с другими людьми. Но начинает он с почитания отца, который для своих людей подобен Творцу. Здесь есть только подобие. На самом деле, конечно, эта заповедь регулирует отношения с другими людьми, но здесь есть подобие предыдущим заповедям, которые регулируют отношения с Богом. Ибо родители для своих детей, они своего рода творцы. Ведь родители тоже понимают участие в сотворении человека. Надо обратить внимание на то, как говорят наши мудрецы. То есть, прежде всего, понятно нам, что мы творения Всевышнего. А не просто же так мы появились на свет. Всевышний, творя нас, он использовал здесь еще и родителей, отца и мать в качестве партнеров. Так говорят мудрецы в Талмуде, в Трактателе. Да, трое участвуют в создании человека. Бог, отец и мать. От отца в человеке, кости, жилы, ногти и головной мозг, от матери, кожа, плоть, волосы и зрачки глаз. Ну, а что Всевышний? А Бог дарует ему душу. Душу, выражение лица, зрение, слух, речь, движение, способность к мышлению. Ну, и когда приходит время человеку покидать этот мир, Бог забирает свою часть, душу. А части, принесенные отцом и матерью, так и остаются. То есть, во-первых, здесь сказано, на месте очень важно, нужно внимательно отнестись к тому, что говорят мудрецы. Три партнера в создании человека. Физическая часть человека в создании матери-отца. Все то, хромосомы, вся наследственность, все то, каким образом выстраивается тело человека, определено его родителями. А душа? А душа душу Всевышнего дает. То есть, душа человека, она не связана с его родителями. Родители не могут определить душу своего ребенка. Сказано в различных источниках, что определенное поведение родителей может повлиять на то, какую душу получит ребенок. Но это уже вопросы вознаграждения, наказания, вопросы воздаяния людям за их правильное или наоборот неправильное поведение. Но в общем и целом душа дает Всевышний. Следовательно, сама эта заповедь «Кабеде тавиха веэтэмеха» «Гулях мудрецы» она высказана теми же словами «Почитай своих родителей, почитай своего отца и свою мать», так же, как и сказано по поводу Всевышнего «Кабеде ташем мионха» «Ты почитай Бога всем своим достоянием». То есть, то, что Тора здесь хочет сказать, что так же, как вы относитесь к Богу, подобного же рода отношения должно быть к своим родителям. И это довольно серьезное утверждение, потому что в отличие от устоявшегося взгляда, что наши отношения с родителями должны строиться на признательности, на на благодарность им. Они, мама нас родила, и она нас кормила, и папа нас тоже воспитывал, родители много в нас вложили, и поэтому мы обязаны к ним относиться с уважением и так далее, и так далее. Не на этом основано. Кстати, а что будет, если родители не ухаживали за своими детьми? Бросили своего ребенка? Он тогда не обязан их почитать. Или есть такие родители, которые не бросают своего ребенка, но ребенок только мечтает, чтобы его бросили, они просто издеваются на них, они уродуют его. Как вредил моих знакомых, некоторых людей нужно убивать до того, как они становятся родителями, потому что тоже они делают со своими детьми страшные дела. Что таких людей нет обязанности почитать таких родителей? Есть, которые не различают. Почему? Потому что это, как бы другие сказали, религиозная заповедь. Подобно тому, как человек относится к Творцу, а к Творцу человек должен относиться не так, как древние язычники относили к своим богам. То есть в зависимости от того, если их боги их кормят, тогда им поклонялись, их целовали, и так далее. А если нет, тогда с ними все, ссора. человек принимает от Всевышнего все, ибо Всевышний его творец. Точно так же должно быть отношение к родителям. Не потому, что они воспитывали, не потому, что они... это само по себе. Благодарность это хорошая вещь. Но даже если они ничего не делают, прежде всего они наши творцы. Они, мама с папой, причина нашего появления на свет. Соответственно, наше отношение к ним должно быть именно такое, вне зависимости от того, любим мы их или не любим, нравится ли нам или не нравится, заботятся они о нас или не заботятся, или они, может быть, даже нашу жизнь испортили, неважно, от нас требуется почитание, почитание родителей. Что означает почитание, кстати? Почитание... Слово, которое упомянуто «кабеды, тавиха, ваэтэмеха» «уважай». Это не совсем уважение, как мы привыкли. Ты меня уважаешь, я уважаю. И мы с тобой уважаемые люди. Уважение, о котором здесь речь идет, как говорит Талмуд, уважать человека, это прежде всего мы знаем, не Талмуд говорит, извиняюсь, это выражение не Талмудическое. Уважать человека, это считаться с его желаниями. То есть у человека есть желание его потребности. Почитание родителей означает удовлетворение их потребностей. В первую очередь, самых-самых простых. Родители нуждаются в еде, их нужно накормить. А если они сами могут кормиться, нужно позаботиться о том, чтобы у них была еда. Нужно сходить в магазин, нужно сходить в магазин и купить им еду. И если мама говорит своему сыну или своей дочке сходи в магазин, принеси и купи то-то и то-то. А у сына или дочки сейчас очень-очень-очень какие-то важные дела и хочется сказать не сейчас, нельзя так сказать, не сейчас. Родители требуют сходить в магазин, ходим в магазин. Значит, кормить, одевать, заботиться о том, чтобы была одежда. Затем заботиться о квартире, о том, чтобы был кровь над головой, называется махнис, муцы. То есть забота о всех, прежде всего, материальных заботах родителей. Это входит в заповедь Кабеду Тавих Витамя. Не будем забывать, что есть еще одна заповедь Мура, страх перед родителями. Это уже совершенно другого рода повеление. То, что написано здесь у нас в десяти слове, это именно забота о конкретных нуждах родителей. То есть вопрос зависит от рода какую именно душу получит человек, я имею в виду еврейскую, если мы не еврейскую. То, что мы говорим, что от людей не зависит, не зависит от того, какую душу они, какую душу Всевышний посылает. Имеется в виду, конечно, какой уровень души, но то, что от родителей зависит, будет ли это еврейская душа, или не еврейская, это, конечно, зависит. То есть не то, что они заказывают, но просто еврейским родителям Всевышний посылает еврейскую душу, а не еврейским родителям не еврейскую душу. Это уже вместе с тем мы знаем, что есть, бывают случаи таких, можно так сказать, блуждающих душ, то есть осколки. Наши мудрецы говорят, есть, что когда Всевышний даровал Тору на Синае, то известно, что он ее предлагал другим народам. И другие народы отказались. Да, отказались, то есть по абсолютному большинству, но безусловно, были среди других народов люди, которые готовы были бы принять на себя, их души в конечном итоге находят свой путь и толкают человека на гею, на присоединение к еврейскому народу. Среди евреев, безусловно, были тоже единицы, которым, хотя весь народ сказал, написано, что весь народ сказал, наасевнишма, все, что Бог сказал, мы это сделаем и мы это выслушаем, но не исключено, что было несколько людей, которые в глубине души и по себе ободумлены, нам это надо, нам это будет и так далее. Такие люди в конечном итоге находят свой путь, уходят от еврейского народа. Так или иначе, у кого именно рождается, когда рождается человек, который получает такую душу, которая не уживается в нееврейском теле и толкает человека часто на совершенно нерациональное поведение, почему-то его толкает к евреям и он присоединяется к ним, это уже мы не знаем, как получается, к примеру. Самый-самый, один из самых-самых известных героин, который был, это граф Потоцкий в XVIII веке, который по субботам испытывал просто так, вроде бы, традицию утверждает, что он был в депрессивном состоянии, по субботам никогда не мог понять, почему, живя довольно привольной и веселой жизнью в Париже XVIII века, почему по субботам на него нападал какая-то невероятная черная таска и так далее. В конечном итоге это его и привело к евреям. Есть такое влияние. Но так или иначе, по крайней мере, то, что люди, может быть, некоторые думают про какое-то родство душ, что если, что между родителями и между детьми есть родство душ, так это заблуждение, родство душ нет. Есть родство на уровне физическом. То есть, понятно, что характер, наш характер, наш имидот, качество характера, они от родителей. Но это не то, что называется высшей душой. Характер это все то, что относится к животной, к низшей души. Поэтому наши родители через гены, через наследственность, они тем самым определяют характер наш, как детей, но не души. Души приходят свыше. Дальше продолжает Рамбан. Творец заповедил, так же, как я повелел тебе почитать меня, я повелеваю тебе почитать того, кто вместе со мной тебя создал. Были у меня компаньоны, так и все ли в лицо. Я о своих компаньонах тоже забочусь. Ты меня почитаешь? Почитаешь? Пожалуйста, почитать и моих компаньонов, твоих родителей тоже. Есть, кстати, одно различие в этом почитании, как Русалимский Талмуд утверждает, что касается почитания Всевышнего, оно требует затраты денег. Если нужно купить, если мне необходимо заповедь, исполнить какую-то заповедь для этого, нужно потратить деньги, приходится тратить деньги. Не могу себя освободить от обязанности исполнять заповеди тем, что мне не хочется тратить деньги. Но что касается почитания родителей, то здесь мы не обязаны тратить деньги на это почитание. Имеется в виду, что когда родителям нужна пища, это значит, что нужно сходить в магазин, но нет обязанности покупать там вещи на свои деньги, на деньги родителей. Но обязанность, безусловно, есть. Есть только один случай, когда человек может поплатиться деньгами за почитание родителей, это если если родители, предположим, больны, и нужно за ними ухаживать, и для этого необходимо быть в больнице, а сидеть с ними в больнице это значит не работать, и в результате у человека вычитают из его зарплаты, то в этом случае человек обязан сидеть с родителями, это то, что требуется от него, это те усилия, которые от него требуются, даже если он, в конечном итоге потеряет зарплату, а может быть даже его и уволят. И вот по мнению наших наставников в странице дальше, чтобы продлились твои дни на земле, содержится обещание о том, что в заслугу выполнения этой заповеди все наши дни станут длинными, что значит длинный день, день он 24 часа, это не значит, что в заслугу почитания родителей у нас будут дни по 26 часов, нет, имеется в виду, то есть, что мы проживем весь отпущенный нам срок в этом мире, а также еще и удостоимся доли в грядущем мире, как мы все говорят, что для того, чтобы дни продлились, то есть, имеется в виду день, день, который весь, день, день, нескончаемый, то есть, такое бытие, в котором нет ограничений во времени, это грядущий мир, то есть, обещается здесь награду за почитание родителей и благополучие в этом мире и доля в мире грядущем. еще вопрос, какая лоха почитание приемных родителей и евреев по отношению к приемным родителям, не больше, нет вот этой обязанности, о которой говорит здесь Всевышний, как я вас создавал, у меня были партнеры, поэтому вы их тоже обязаны почитать, так, поскольку приемные родители не были компаньонами Всевышнего по созданию человека, то той обязанности, которая сказана здесь, нет, стало быть, все, что обязывает к ним, это то, что обязывает на уровне медот, а именно благодарность, как человек, мы сказали, что суть заповеди почитания родителей это не благодарность, это не значит, что благодарности не нужно это здесь вещь не нужная, она же нужна, мы только хотели сказать, что даже в том случае, когда родители не заслуживают никакой благодарности, когда они сковеркали жизнь своих детей, их тогда нужно почитать, потому что обязывающий факт почитания их это то, что они создатели, то, что они были партнерами Всевышнего по созданию человека, но если есть приемные родители, которые не были партнерами Всевышнего по созданию человека, тогда этой обязанностей нет, но есть и вещи, которые человек должен делать, исходя из своей признательности и благодарности тому, кто на него тратил время, усилия, нервы и деньги тоже. Что конкретно тогда? Здесь уже нет таких жестких требований, но то, что разум, здравый разум человека и принятые нормы в обществе обязывают человека делать из благодарности к приемным родителям, то он и должен делать. Еще здесь есть вопрос, если мама живет с отчимом и принуждает его уважать, а он просто даже евреев ненавидит. Что касается… Первое, что касается отчина. Мать вышла замуж. Есть обязанность почитать мужа своей матери. Поскольку есть обязанность почитать мать, то через обязанность почитать мать есть и обязанность почитать ее мужа. Только то время, когда они женаты. Если они разбились, то нет. Но эта обязанность почитания мужа своей матери, она относится только в том случае, если муж – это ее действительно муж, муж, что называется законный, имея в виду роспись в ЗАГСе, имеется в виду, что если мать вышла замуж за нееврея, этот брак по закону тоже, он незаконный, его не должно быть, то, соответственно, обязанности почитать мужа матери нееврея нет, вовсе нет. Но если муж матери – еврей, если очень еврей, то есть обязанность его почитать как часть, неотъемлемая часть почитания самой матери. Ну и получается, что если люди не почитают своих родителей, то тогда, как говорит Раши, будешь уважать своих родителей, тогда дни твои продлятся, стало быть. А если не будешь, тогда и сократятся. Так все слова Торы. Метох. Хе-на-та-шо-мей-лаф. То есть из утверждения выводится и отрицание. Переходим на вторую скрижаль. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. По поводу не кради Раши объясняет здесь слов наших патрецов, что здесь не имеется в виду обычное воровство. Словами Раши. Тора здесь говорит об особом запрете, о запрете на похищение людей. Когда крадут не имущество, а крадут человека. Похищают человека с целью получить выкуп за него или с целью использовать его на работе. Откуда это выводится? Потому что дальше уже в третьей книге Торы, в Эйкра сказано, не крадите. Вот это вот запрет похищения имущества. Просто не крадите. А то, что сказано здесь, не кради, речь идет не об этом, а каким образом я это знаю, из контекста. Ибо все те запреты, которые высказаны здесь в десятисловии, они все запреты, нарушения которых караются смертные казни. И не убивай. И не прелюбодействуй. Стало быть, из контекста, как у Раши видно, ведь в этом стихе говорится не убивай, не прелюбодействуй. А за эти преступления полагается смертная казнь. Суд приговаривает здесь, должен приговаривать здесь к смертной казни. Стало быть, и здесь речь идет о таком, стало быть, и по отношению к воровству. Речь идет о таком воровстве, за который можно получить смертную казнь. А это только одно. Это только воровство человека. За похищение человека, закиданное пень, можно по еврейскому закону, по закону Тора, можно получить смертную казнь. Стало быть, об этом здесь идет речь. а обычное воровство уже имущество, об этом Тора говорит дальше в книге «Воекра», но Тигнову не воруйте, не крадите. Завершая разговор об отношении к родителям, имеет смысл, может быть, еще прочитать то, что говорит Равир, возвращаясь к тому самому первому вопросу, каким образом заповедь почитания родителей попала на первую скрижаль, которая посвящена почитанию Всевышнего. Мы дали один ответ, который дают наши мудрецы, ибо Всевышний говорит, что ваши родители – это мои компаньоны, стало быть, отношение к родителям, оно подобно отношению к Творцу. Равир видит здесь дополнительный аспект. Мы когда-то говорили на прошлых уроках, что десятисловие начинается словами. «Я, Ашем, ваш Бог, который вывел вас из Египта». Комментаторы еще, Рабьюда Оливии и другие спрашивают, почему Всевышний представляет себя так, на первый взгляд, скромно. «Я тот, который вас вывел из Египта, почему не сказать, я создатель всего мира, создатель вселенной?» Это было такое куда более внушительное. Ответ на это Рабьюда Оливии был, что Тора, вера еврея, не основывается, это не вера в Творца мира. Вера еврея – это вера в Бога, который проявил себя в конкретных исторических событиях. Вера в Творца мира – она вера умозрительная, она вера, построенная на разуме, на логике вещах, которых нельзя доказать. А вера еврея строится на конкретных событиях, в которых Всевышний себя проявил, и традиция об этих событиях передается из поколения в поколение. Ибо тем людям, которые находились тогда в Египте и вышли из Египта и стояли на горе Зинаи, у них вопросов не было по поводу веры, а нам как? Через десятки поколений. А для этого есть традиция. Так вот пишет Рабирш, исход из Египта и дарование закона – эти два основополагающих факта в истории еврейского народа, на которых зиждется наш союз с Богом, вот эти два факта являются историческими истинами, то есть исторический факт, эти вещи, которые были. Однако наши знания… А откуда вопрос? Откуда мы знаем, что это было? В книжке написано, в книжке сколько угодно вранья тоже пишут. Однако наши знания и признание этих истин зависят от обладания нашим народом традицией, то, как завершает нам любимый удар Леви, что те люди, которые видели это все, они видели проявление Всевышнего в конкретной жизни. А в дальнейшем есть традиция, непрерывная традиция, которая равносильна опыту очевидцев. То есть то, что человек знает по традиции, передающейся отца к сыну, это равносильно тому, что он видел это своими глазами. Но для этого должна быть такая традиция. Для осуществления этой традиции необходимо, в свою очередь, чтобы родители благоговерно передавали ее своим детям. И на это есть отдельная заповедь, заповедь, которая… Вишинантом Леванеха, заповедь, которая требует передавать своим детям, и самое главное – это сведения о том, что произошло при исходе из Египта и у горы Синай. Но этого мало. Нужно, чтобы дети бережно перенимали ее от своих родителей. Таким образом, сохранение такого великого божественного института, как иудаизм, оно всецело зависит от отношений между родителями и детьми, как теоретически, так и практически. А почтение, оказываемое отцу и матери – это основное условие бессмертия еврейской нации. Если у детей нет почтения к родителям, если дети смотрят на себя так, как приучила их западная культура смотреть на себя, то есть как те, которые более высоки по развитию, прогрессивные, а родители, они всегда… Все, что более новое, более прогрессивное, оно просто лучшее. А то, что раньше было, более примитивное. И дети смотрят на родителей, как на более примитивных предков, которые должны в какой-то момент уже освободить место. А человечество становится в виде пирамиды, на вершине пирамиды всегда сидим мы. Потом, правда, у нас будут тоже дети, которые на нас будут смотреть, как на замшелы пережиток древности. Но такова уже жизнь. Вот при таком роде отношений передача традиции от отцов к сынам невозможна. Через отца и мать Бог дает ребенку больше, чем просто физическое существование. Родители осуществляют связь, соединяющую ребенком с прошлым еврейским народом. Верно, что родители были соучастниками рождения человека, они были компаньонами Всевышнего в создании человеческого тела. Да, но помимо этого они не дают человеку душу, но духовное содержание жизни человека они дают, ибо они связывают человека с его прошлым и делают его евреем. Это дает ребенку возможность стать еврейским мужчином и еврейской женщиной. Именно родители должны передать ребенку традиции иудаизма путем наставлений, учебы, ознакомления с обычай путем своего примера. Ребенок должен узнать от родителей и еврейскую историю, и еврейский закон, чтобы он, в свою очередь, мог передавать это своим детям. И так же, как он с почтением смотрит на своих родителей, так впоследствии с почтением будут его дети смотреть на него. А если наоборот, если он будет с пренебрежением относиться к своим родителям, то же самое будет с его детьми, они будут пренебрегать им. Это жестокий и очень жесткий закон, без исключения. Эта важная функция отводит еврейским родителям одно из главных мест десяти словий. И закон говорит нам, почитай своего отца и свою мать, чтобы продлились твои дни на земле, которую Бог дает тебе. Таким образом, пять речений, перечисления которых начинает этот стих, провозглашают следствие нашего знания и признания Бога в нашей жизни как членов человеческого общества. Если Бог и есть единый правитель человеческих судеб, тогда должно быть уже отношение, соответственно, равное ко всем. И тем самым происходит здесь переход. То есть после того, как мы обосновали отношение к Богу, на чем оно строится, на почитании родителей, без этого, без почитания родителей у нас нет традиций, и мы не сможем отнестись к Богу, в тот момент, когда у нас есть это, и мы относимся к Богу и понимаем, что Он хозяин всего, то из того, что Он хозяин всего, следует равенство всех людей друг перед другом. Другой причины равенства нет, кроме того, что здесь есть единый хозяин, и все его создания. То есть, если Он руководитель всех людских поступков, тогда следует считать, что все твои собратья в равной степени согреты его попечением. Тогда у всех одинаковые права на их собственность, на их имущество, на их честь, на их семью. И тогда понятно, что глаз Божий будет судить за каждым действием, предпринятым против твоего собрата, который получил свое место на земле именно по воле Бога.